Мы вчера в конце просмотрели практику управленческой борьбы, посмотрели, как это выглядит в реалии, и, наверное, заметили или увидели воочию то, что до этого знали или слышали, что борьба возникает каждую секунду. Любой обычный разговор может перейти в борьбу, и она происходит всегда здесь и сейчас. Так бывает и в реальной жизни. Самый обычный разговор, самый нормальный разговор внезапно появляются какие-то сложности, и люди начинают бороться за что-то, за какие-то свои социальные позиции. И напомню, что тот, кто избегает борьбы, все равно вынужден бороться, ну или сдаваться, или бороться, но в самых невыгодных для себя ситуациях. Расскажу одну притчу, опять стратегему, называется «Легенда» о учителе боевых петухов. Значит, дело было в Древней Китае, и один князь одной из провинций увлекался петушинными боями. И однажды к нему пришел человек, который сказал, что «я умею обучать боевых петухов, выращивать из них настоящих чемпионов». Князь очень обрадовался, сказал «очень хорошо, как раз тут есть петух молодой, которого нужно вырасти чемпионом, у него очень хорошие задатки, он так себя ведет по боевому». Учитель сказал «хорошо» и забрал его. Значит, и, 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 и. Через неделю князь вызывает учителя и спрашивает, ну что, готов ли петух? Учитель говорит, нет, петух еще не готов. Он, конечно, очень сильный, очень мощный, но он слишком суетится. Он постоянно пытается рваться в бой куда-то, да, там бросает всем вызовы направо и налево, не сидит на месте, да, ну такого, говорит, в бой пускать нельзя, слишком много энергии тратит зря. Еще через неделю князь вызывает учителя и говорит, ну что, готов ли петух сейчас? Он говорит, ну, он уже лучше подготовлен. Он уже стал чуточку поспокойней, он уже не бросается направо и налево, он научился вести себя спокойно, сдерживать свои агрессивные устремления, но, говорит, все-таки он еще недостаточно выдержан, потому что как только где-то там слышится петушиный крик, он решает, что ему бросают вызов, тут же начинает рваться опять в бой, значит, махать крыльями, кукарекать, говорит, слишком не выдержан еще для настоящего боя. Проходит еще неделя и князь спрашивает, ну что, готов ли петух? Учитель отвечает, петух почти готов. Он, говорит, научился сдерживаться, он сидит абсолютно неподвижно, вообще похож на вырезанного из камня. Ну, правда, другие петухи, говорит, с ним не хотят сражаться, и завидев его, с криком убегают. В чем идея, да, что если человек, ну вообще кто-то умеет быть сильным, умеет, имеет силу, имеет сдержанность, с ним не хотят сражаться. Ему не приходится сражаться, потому что у кого-то не возникает такой идеи. Но там была такая фразочка, петух почти готов. Какая следующая степень мастерства? Следующая степень мастерства, когда не убегают, когда хотят сотрудничать, когда не боятся, но и не нападают. Когда боятся, да, это еще недостаточно. Значит, тогда сила человека видна слишком сильно, да, она носит опасный характер, да. Тогда такого человека боятся, с ними не хотят взаимодействовать, да, то есть он вызывает такое опасение, ну очень такую осторожность, да, отторжение. Такой человек не может быть лидером, он может быть тираном, он может быть диктатором, да. Лидером такой человек быть не может. С ним будут сотрудничать из страха и будут избегать сотрудничества. В настоящей степени мастерства, когда человек не выглядит опасным, но ни у кого и в мыслях не приходит, да, не появляются мысли, что с ним можно как-то так непочтительно или непотребно себя вести. Это следующая степень мастерства, да. То есть мы опять возвращаемся к умению быть мягким, но мягким не, знаете, таким, мягким, но упругим, да, не как медуза, а как тигр. Тигр тоже мягкий, а не жесткий. Вот это вот опасность, быть мягким, но не вялым, а упругим, готовым к схватке, но не демонстрирующим к этому готовности. В смысле внутренний образ такой, знаете ли, сытого тигра, да, который достаточно спокоен, не дергается, но идея за усылом ни у кого не возникает в принципе, да, просто, в общем, на подсознательном уровне напрочь не возникает, да, вот такая вот идея. Руководитель, с одной стороны, должен, как бы, безусловно, оттачивать бойцовские навыки, то есть он должен, не избегая схваток, он должен учиться сражаться, учиться. Но, обучаясь сражению, да, он должен быть, в итоге должен учиться сдержанности и не сражаться без должной этой необходимости. То есть сначала руководитель должен уметь быть аналитиком, сдерживать свою силу, понимая, что в управленческой борьбе, в отличие от реальной физической схватки, счет измеряется не на десятые доли секунды, а на секунду, да, а значит спешить абсолютно некуда. Значит, приучившись не реагировать на то, что происходит, не реагировать в мгновенном смысле, да, а сначала анализировать это, бросать какой-то определенный взгляд, да, человек учится, человек в итоге учится видеть выгоду, видеть победу и предпринимать определенные рациональные решения. Зачастую совсем не такие, как от него ждут. Я приводил вам пример там со спамом, да, то есть зачастую решения того, кто видит выгоду, за которую борется, да, они совсем не те. Они нестандартные. Нестандартные не желание быть оригинальным, да, потому что еще борются за другую выгоду. И не борются за выгоду вообще, если не видит никакого смысла, да, действовать. То есть он не действует потому что, он действует для того, что если он не видит для чего, то есть он не видит выигрыша, он не видит выгоды, он не видит победы. Он и не действует, я напомню, что сила безразличия. Сила безразличия к событиям, которые, собственно, нельзя обратить себе в выгоду, да, и которые, вот там как раз действие заключается в бездействии, бездействие это тоже действие, да, То есть, фактически, это поступок. И вот этот поступок приносит больше выигрыша, потому что человек игнорирует что-то из позиции силы, и всем, кто с ним общается, видит, что это не из позиции слабости. То есть, он не реагирует потому, что растерян, испуган, не знает, что делать. Это может быть тоже отсутствие реакции. Знаете, столбняк напал, прошло какое-то событие, и человек впал в ступор. Он ошарашен, он испуган, он не знает, как поступить, он раздосадован каким-то хамством или какой-то подлостью. Он, знаете, парализован. Это одно позиция, одно бездействие. Второе бездействие с позиции сил. На что реагирует? Ну да, он сказал, и что? Ну как, он же такое произнес, он же вот это сделал. Ну да, он это сделал. Что? Вот это сила. И вот этому надо учиться. То есть, следующая стадия готовности, когда от вас не убегают, когда с вами сотрудничают. Когда к вам стремятся как сильной личности, как обладателю какого-то ресурса, как мастеру. Ну вас не боятся. Но с другой стороны, к вам стремятся с определенной долей уважения. Потому что ни у кого в мыслях не приходит, в мыслях, что с вами можно как-то вести себя непочтительно. Вот такая вот интересная легенда боевых петухов. Что еще в этом мысле надо отметить? Вообще управление довольно серьезно похоже на управление персоналом, управление людьми. Вообще очень много общего имеет с конным спортом. Кому не приходилось заниматься? Приходилось? О, тогда вы прекрасно поймете. Я, между прочим, сам не занимался. И откуда вообще появилась эта идея? Эта идея появилась примерно год назад, когда один из моих клиентов в прошлом достаточно профессиональный жакей. А сейчас крупный бизнесмен, который, тем не менее, по-прежнему занимается верховую вездой. И когда у нас проходил коучинг, мы работали, продолжаем с ним работать. И мы с ним изучали лидерство, мы с ним изучали оперативную пользу.